Всем привет! Здравствуйте, дорогие наши зрители, а в первую очередь девочки, мамы и бабушек. Я думаю, все знают, какой у нас сегодня день. Сегодня 8 марта. И мы, конечно же, хотим вас всех поздравить с этим праздником весны. Желаем вам побольше тепла, солнца, улыбок и отличного настроения. А также желаем вам крепкого здоровья, и пусть в этот день ваши мужчины сделают вам приятные подарки. Так а где наши мамы с тобой подарки? Что-то я не могу понять. Мой подарок еще в магазине, а твой, Ярослава, подарок у тебя в комнате. Пойдемте. Подарочки! Люблю подарки! Какая красота! Папа Ярослава в этом году решил не дарить тебе тюльпаны, а подарить вот такой вот мини-орхидею. Какая она красивая! Ты очень любишь цветы, и еще любишь сиреневый цвет. Да! Она такая маленькая, я вообще никогда не видела таких маленьких орхидей. Давай снимем пленку, и ты поставишь ее у себя вот здесь на зеркале. Давай. Держи стаканчик. В стаканчик. И вот эти бутончики еще распустятся. Вот так вот будет красиво. А этот букет нам с тобой, Ярослава, передала твоя тетя Даша. Как ты думаешь, из чего сделаны эти цветы? А они что, не настоящие? Нет. Это не живые цветы. Тогда, наверное, из пластика? Нет, не из пластика. Рита, а вы как думаете, из чего сделаны эти цветы? Пишите нам сейчас в комментариях. Еще есть какие-то варианты? Посмотри, какой красивый букет. Не знаю. А ну возьми в руки. Почему он такой легкий? Да, он очень легкий. Интересно, он хотя бы пахнет, этот букет? Сейчас мы его раскроем и узнаем. Итак. Он пахнет мылом. Серьезно? Я еще сама не знаю, если честно. А мне кажется, что больше запах ванили здесь присутствует, чем мыло. Но ты, Ярослава, угадала. Это мыльные розы, ребята. Ярославына тетя своими руками делает вот такие вот букеты. Она делает, конечно, не только розы. Делает и тюльпаны, и различные цветы. Я даже не знаю, у нее очень много там композиций. Этот букет может простоять очень долго, но только при условии, если на него не будут попадать прямые солнечные лучи и влага. Ухаживать за ними очень просто. Нужно протирать сухой салфеткой с них пыль. И все. Даша делает такие цветы на заказ. Кому интересно, мы оставим ссылочку на ее инстаграм в описании под нашим видео. А также вы сможете посмотреть, какие у нее еще есть букеты. Так что спасибо, Даша, за такой прекрасный букет. Ставь его тоже возле своего цветка. Так вот. А теперь дело подарков. Держи первый подарок. Этот подарок тебе передали бабушке и дедушке. Пастельные котикам. Ты угадала. У меня теперь два таких. Но у тебя точно такого нет. Оно, конечно, другое. Понравилось? Да. Так, следующий подарок какой выбираешь? Но этот подарок не для тебя. Да, да, да. Для кого? Этот подарок для нашей Лолочки. Она же у нас тоже девочка. И у нее тоже праздник. Лола, иди сюда. Лола. Лола, иди сюда. Иди, Лола. Будем открывать твой подарок. Ой, как ты не нравишься. Давай. Смотри, какой подарок. Как думаешь, что здесь? Лолочка, смотри какая. Смотри какая. Это вот такой вот цыпленок или уточка. Я не знаю. Он такой вот пушистый. Тут еще есть такие маленькие канатики. И еще там есть какая-то, я не знаю, какая-то ратушечка. Это вот так одевается на палец. Можно играть с ней. Дай, поиграай. Дай. А ну, Лол, понравится тебе? Вот так, да, держи, видишь? Ой, здравствуй, цыпленок. Так, скажи, жить тебе осталось совсем недолго. Я с тобой быстро справлюсь. Лола еще боится эту игрушку. Она не знает, что это такое. Для нее это ново. Или она просто сегодня без настроения. Нет, нет, нет. Смотри, смотри, смотри. Она говорила. Она ее увидела. Пробует на вкус. Ну ладно, оставляй. Пусть играется, а ты открывай следующий подарок. Слушай, ей бумпончик нравится. Бумпончик. Я выбираю этот пакетик. Как ты думаешь, что там может быть? Не знаю. Наверное, одежда какая-то, да? Ну, смотри. Круто! Это футболка, смотрите. Эта футболка, я думаю, будет актуальна в этом году. Потому что на ней нарисована девочка в маске. И вообще нам говорили, что когда ты ходишь в этой футболке, то маска как будто движется. Ну, как 3D, знаешь. Она вот, смотрите, на каких бусинках здесь сделана. Ну, конечно, она, наверное, будет немножко великовата, но другого размера не было. Это был самый маленький размер, который остался. И еще здесь по бокам вот так вот, видишь, можно ее заплести. Белки сейчас. Да, можно стянуть. Нравится? Да. Ну, и последний подарочек. Самый большой. Там что-то мягкое. Что-то мягкое. Помогай! Давай-давай, справишься. Давай-давай-давай. Я туда не смотрю. Я уже, похоже, знаю, что это. Сейчас я открою. Вот это тут. Такую ты хотела, акула? Да! Акула! Ярослава просто очень хотела себе акулу из Икея. Я не понимала, зачем она ей, но она говорит, что она очень популярная, она большая и с ней удобно спать. Поэтому теперь, Ярослава, будет у нас спать с акулой, ребята. Раньше спала одна, теперь будет с акулой. Ну да, размер у нее довольно-таки приличный. А как мы ее стирать будем? В машинке легко. Вот так вот сложили и постирали. Видишь? И все, держи свою акулу. Спасибо за подарки. Пожалуйста. Иди сюда, оператор. Так, ну это же все хорошо, но не совсем честно. Потому что я пока без подарка. Поэтому сейчас мы поедем не за подарком, а еще будем кататься на катке. Круто! Мы уже приехали в торговый центр и сейчас идем маме за подарком. У Яси уже есть, а у мамы еще нет. Догадайтесь, что это? Поворачивай. Аккуратно телевизоры не завали. Мама хочет себе смарт-часы. У Ярославы есть, а у меня еще нет. Я тоже хочу. Я уже себе выбрала одну модель. Только здесь ее нет, кажется. Пойдем? Пойдем в другой магазин? Мы покупали Ярославе на 8 марта часы и думали, что она вообще их носить не будет. Но ей они очень понравились. Она очень довольна. В школу ходит каждый день. Да? Да. Сейчас посмотрим в этом магазине. Давайте я купим такой телефон. Снова сошел. Смотри. Черт. Не хочешь? Нет. Зато не нужно будет защитное стекло клеить. В общем, мы идем в третий магазин. В этом магазине были частые такие, которые мне нравятся. Только они были в одном свете, в черном. А я черный, не хочу. Только много разных цветов. Может, ты идешь и возьмем с сим-картой? Сим-картой? Лучше мне звонить на сим-карту? Мы все, если мы тебя найдем. Давай. Такие, как у Яси. Мы уже вышли из магазина, купила я себе часики. Точнее, мне папа подарил на 8 марта. А сейчас мы пришли и будем кататься. Яся будет кататься с папой, да? Да. Пойдем? Мы очень давно не были на катке. Здесь уже обувается. А он в пальцах жмет. Давит? Ага. Больше надо? В пальцах жмет, это вообще места для меня нет. Я вот сюда вот не могу палить, просунуть вообще. Держи. На размер больше. Ага. Ну, тут теперь я не белая. Я уже и забыл, как кататься. Да. Тоже маленькие, что ли? Я не могу лезть. Папа тебе поможет. Надо расшнуровать. Все, обулись, спортсмены заходят на лед. А вот и я сейчас с папой. А я не катаюсь на коньках, потому что до сих пор не могу вылечить свое колено. Поэтому я просто наблюдаю за Ясей и папой. Мы, кстати, за год первый раз пришли покататься на коньках. Поэтому Яся говорит, я, наверное, даже и ходить просто в них не смогу. Не то, чтобы кататься. Вот, молодец. Вот, молодец. Сама уже едешь. Умница. Можешь отдохнуть? Ну, как вам? Нормально. Тяжело, да? Да, непривычно. Забыли уже, как это делается. Да. Ножки не сильно еще болят, Ясь? Нет. Поехали. Так хорошо, людей мало. В принципе, каток свободный, можно кататься. По машинам ручкой. Сейчас, сейчас. Опа. Так меняешь? Да. Вот. Доброе утро! Все хорошо? Да. Не очень? Еще куш кататься или уже все? Да. Ну отдохни. Папа хорошо катается? Да. Тебя поддерживает? Да. Чуть-чуть? Ты уже упала? Да. Сколько раз? Один. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует. Просто пос odpowiedи. И вот ее. Ехали. У нас. У нас. У нас. У нас. Субтитры делал DimaTorzok 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 А ты не ходи, возвращайся Непонятные фигуры Пока Яси отдыхает, папа наш катается Привет, ты поехал? Проходи к нам податься Я не могу Субтитры делал DimaTorzok Перерыв! Перерыв! Только что был перерыв Каток почистили Он теперь будет польским И сейчас будет продолжение Ты уже отдохнула? Да! Красиво так Все заходят, говорят, ух ты, класс, скользко, да? Что ты так в раскорячку ездишь? Чуть ближе ножки, если что? Я уже не могу мне раскорячку Тебе как нравится? После того, как каток почистят Или до? После того Очень скользко, да? Мне так куда в ней ездить Ну езжай Папу догоняй Ярослава строго по надбортикам Здесь начались учения Пришла группа заниматься Накатались мы уже Теперь идем дальше Или едем На данный момент Решили у робота Ярослава заказать мороженое Сначала Смотри Сначала нужно выбрать Я так думаю Это вот Перед нами покупали Мы писли С роботом зависли А что это, да? Добрый день Будь ласка Обирайте воршковый ласуш Щиточность рецептуры Корость для фигуры Здравствуйте Выбирайте вкус мороженого Смотри Пломбир Радужная И банан Какое ты хочешь? Радужная Так Получается Нажимать? Да А теперь? Вот смотри Гативкой нажимай По одной Подожди Затветится А потом Другую буду вставлять Нет Нет Вот Теперь Светится Давай Сейчас Подожди Выдача Рыжки 10 гривен Сдача выехала Видишь? Я на там Налаштованный На морозово Запрограммованный Все Теперь Сейчас он будет готовить Смотрите Какой робот Берет стаканчик Видишь? Да Мене прислали Мене прислали З майбутного Щоб я Пригостил Вас Найкращим Морозово Приехали З будущего Угощать нас Морозово 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 Від козака Це реальна казка Для дітлахів Та дорослих Бажаю Козацького Здоров'я З дійсними Бажаю Таудельності Зам Прошлі Все Все Откривай Ну вот Ясь Моє Морозово Це Насово Смачне Морозово Спасибо Масиба Робот Еще Одну Візьміть Ще Одну Порцію Не бійтеся Нічого Не Зліпнеться Ну-ка Вкусное Мороженое Моє Морозово Не тільки Сочне Ты слышишь, Что он Сказал Візьміть Ей ще Одну Порцію Нічого Не Сліпнеться В Двух Стаканчиках Сразу Два Стаканчика Захватил В этот раз Моє Морозово Це Насово Подожди Оно Откроється Сліпнеться Сліпнеться Дякую